МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ответственные за моря и реки в Доме правительства состояло заседание Бассейнового совета. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Как обстоят дела с безопасностью на железнодорожных переездах Чуваши? И гениями не рождаются, ими становятся. В Национальной библиотеке открылась детская комната Интеллектуариум. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 8 марта принято дарить подарки. У героин нашего следующего сюжета они особенные. В канун праздника представительницы прекрасного пола получили государственные награды. Ах, какая женщина! Можно сказать про каждую гостью этого праздника. Всех этих дам пригласили в торжественный зал Дома правительства не просто поздравить с наступающим 8 марта. Глава Чувашии вручил государственные награды лучшим труженицам республики. Я горжусь нашими труженицами, тружениками, потому что труженицы без тружеников тоже не могли бы так трудиться. Все это взаимосвязано. Друг друга вдохновляют, друг друга подбадривают. Чувство, аура другая. И с этой точки зрения можно вообще отметить, будущее Чувашии – это практически будущее за мамами, за нашими детьми. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Награды получили представительницы самых разных профессий. Те, кто трудится на производстве – педагоги, журналисты, работники культуры, сельского хозяйства, сферы обслуживания, медицины. Благодарю от всего сердца за столь высокую оценку моего скромного труда. Трудно, конечно, мне сейчас сказать, выразить словами все, что я чувствую. Хочу разделить награду со всеми сотрудниками Чебоксарского филиала, между собой научно-технический комплекс в микрохирургии глаза, где я работаю с самого основания почти три десятка лет. Работаю в Центре занятости 20 лет. Считаю, что это моя судьба. Рада, что я оказалась в службе занятости, потому что очень люблю работать с людьми, оказывать им помощь, давать разъяснения. Радуюсь, когда получается. Есть оценка нашего труда, всего Центра занятости. Сегодня я считаю, потому что я получила такую высокую награду. Это не только моя награда, а награда всего нашего Центра. Высокий профессионализм, верность избранному делу, таланты, трудолюбие. Вот что объединяет награжденных, отметил глава Республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Праздник праздником, но забота о погружающей среде отлагательств не терпит. Сегодня же в Доме правительства состоял заседание Бассейного совета Верхневорского бассейного округа. Бассейный округ является единственным органом управления в области использования и охраны водных объектов России. Они появились в России 8 лет назад. К каждому округу прикреплены реки, моря и подземные водные объекты. В рамках этих округов организованы бассейновые советы, в состав которых входят представители федеральных органов власти. Что сегодня обсуждали в Доме правительства, смотрите в нашем репортаже. Мы начали реализовывать долгожданный проект «Мечту цивилян». Это инженерное обустройство реки, которая протекает около Цивильска. Затапливали ежегодно наш исторический памятник монастырь и потапливали жилые дома. И тем самым историческая проблема, историческая мечта разрешается. Помимо затопления исторических памятников, представители 18 субъектов федерации обсудили и ряд других, не менее важных вопросов. Были подведены итоги деятельности бассейнового совета за последние 5 лет. Заседатели рассмотрели вопросы эффективности управления водными ресурсами. Затронули проблему обеспечения безхозяйных гидротехнических сооружений. Но самой обсуждаемой на заседании проблемой стало приближение паводка. «Основного прогноза Росгидромета пока еще нет. Он будет где-то в середине марта разработан. Но на сегодня надо сказать, что снегозапасы по Верхней Волге небольшие. Это до нормы не хватает максимум 40%. Но не надо забывать о том, что с осени влажность, запас влаги в почве очень большой». Заполнены практически все естественные и искусственные водоемы. И при интенсивном развитии половодия это может сказаться. Несмотря на то, что проблема существует, ситуация не критична. «Вся структуры и служба готова к паводку», заверил руководитель Верхнеболжского бассейнового управления. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Чувашию прибыл руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации по Приволжскому федеральному округу Алексей Селезнев. Он представил глава Чувашия Михаила Игнатьеву, нового руководителя управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяну Евдокимову, которая была назначена на эту должность 3 марта. В ходе встречи обсуждались организации взаимодействия органов власти, СМИ и операторов связи. Говорилось о типичных нарушениях, которые допускаются при исполнении требований законодательства в сфере средств связи, а также способы профилактики. Алексей Селезнев отметил большую работу, проделанную ведомством по блокированию информации, наносящей вред психическому здоровью и развитию детей, пропагандирующей экстремизм, насилие, наркотики и детскую порнографию. Михаил Игнатьев, в свою очередь, отметил, что с развитием современных технологий значительно усложнилась работа контрольных органов. Современные технологии очень быстро развиваются, и новые хлопоты появляются для того, чтобы нейтрализовывать, регулировать, скоординировать все это действие. Все хотят по определенным заказам дестабилизировать ситуацию. Михаил Игнатьев пожелал новому руководству Роскомнадзора по Чувашии Татьяне Евдокимовой успехов в работе на благо Чувашии и ее жителей. На сегодня нет, наверное, более обсуждаемой темы, чем ситуация в Украине и пока еще автономной республике Крым. Председатель комитета госсовета Чувашии Николай Ямолов рассказал, как будет организована помощь республике, где сейчас проживают более двух с половиной тысяч наших земляков. И сегодня и Крым, сегодня многие регионы Украины смотрят внимательно на Россию. И, конечно же, они ждут поддержки. И я хотел бы заверить, что эта поддержка будет. Сегодня, с учетом той экономической ситуации, где происходят задержки в платежах, сегодня ситуация не настолько катастрофична, чтобы гуманитарная помощь через какие-то вещи шла. Было принято решение оказать поддержку в финансовом плане, в материальном плане. То есть каждый, буквально вчера мы обсуждали, однодневный заработок свой выделить в поддержку Крыма и Украины. И, наверное, главнее даже нематериальная сегодня поддержка. Также нам удалось связаться с представителем общества Чуваши в городе Черновцы Анатолием Власовым. Он рассказал об обстановке на Украине в Крыму и какая именно помощь требуется ее жителям. В большей степени нуждается гуманитарка, в принципе, много народу нуждается. Но вот, скажем, в Чиеве, те люди, которые пострадали от ранений, вот медикаменты, да, вот они нужны. Нужны для лечения, для реабилитации. В целом народ настроен очень, скажем, позитивно. Хочет поменять жизнь в лучшую сторону, чтобы экономика работала, чтобы не было коррупции, чтобы не было вымогательства со стороны всех коррупционных слоев. Конечно, состояние экономики плачевное. Конечно, огромные долги. Конечно, мы хотим жить в дружбе, в добрососедстве, в сотрудничестве со всеми странами, в том числе и с россиянами. Но никто не хочет войны. И война не самое лучшее для решения проблем. Отныне все будет на своих местах. Сегодня Чебоксарское городское собрание депутатов утвердило схему размещения рекламных конструкций. О том, что еще обсуждали народные избранники, в следующем сюжете. Повестка дня была насыщенной. Отчет начальника управления МВД по России Чебоксаром Сергея Павла особенно привлек внимание депутатов. Главный показатель – снижение уровня преступности. Причем эта позитивная тенденция наблюдается в течение последних пяти лет. Свою роль сыграла и программа «Безопасный город», финансируемая из столичного бюджета. Эффективнее стали работать участковые. И это тоже результат совместной работы городских властей, депутатского корпуса и сотрудников полиции. На собрании утвердили схему размещения рекламных конструкций на территории Чебоксарского округа. В нее вошли 286 счетов и 26 стел. Основные аргументы при установке – безопасность дорожного движения, сохранение архитектурного облика города. Депутаты установили новые размеры минимальной площади квартир, которые будут предоставляться переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Однокомнатная квартира, минимальная площадь 23,5 квадратных метра, двухкомнатная квартира 40,25, трехкомнатная 49,45, четырехкомнатная 50,45 квадратных метров. Ксения Кравчук, Андрей Шоклев, Республика. Автомобили, надолго припаркованные у обочин городских дорог, стали привычной частью городского пейзажа. Между тем, брошенные неправильно припаркованные машины – серьезная помеха на проезжей части. Столичная администрация организовала эвакуацию таких грузовых автомобилей. С начала года на стоянку для эвакуированных автомобилей доставлено 360 машин. Первый в этом месяце рейд по эвакуации грузовых автомобилей был проведен в Московском районе. В ходе него было выявлено 9 бесхозных автомобилей, припаркованных на транспортных магистралях и мешающих механизированной уборке. Эвакуированный транспорт доставили на специализированную стоянку на Лапсарском проезде. Сейчас эвакуацию машин проводят круглосуточно. 7 эвакуаторов патрулируют город. Стоит напомнить, что эвакуации и последующие хранения задержанного автомобиля на специализированной стоянке – удовольствие не из дешевых. Один километр передвижения автомобиля на эвакуаторе – 142 рубля. Хранение автомобиля на стоянке обойдется нарушительно сумму от 22 до 130 рублей в час. Сэкономил минуту – потерял жизнь. Вот чем может закончиться спешка на железнодорожном переезде. То, что на красный свет светофора ехать нельзя – ни для кого не новость. Тем не менее, находятся те, кто этой простой истиной пренебрегает. Как обстоят дела с безопасностью на железнодорожных переездах в Чувашии – сегодня рассказали журналистам. Светофоры, знаки, шлагбаумы, камеры наблюдения. Современные железнодорожные переезды оборудованы самыми разными приспособлениями. Однако, судя по всему, любые технические средства оказываются бессильными против русского авось. Если сравнивать Чувашию с другими регионами, то уровень аварийности на переездах, конечно, нельзя назвать катастрофическим. Но тревогу нынешнее положение вещей вызывает, отмечают специалисты. Если рассматривать 2013 год, необходимо отметить, что положение по Чувашской республике изменилось в худшую сторону. За 2013 год было допущено три дорожно-транспортных происшествия на территории республики. Все ДТП, которые были допущены, я их перечислять не буду, они были допущены по вине водителей транспортных средств. В 2013 обошлось без погибших, но такое везение. В подобных авариях скорее исключение. На вопрос, почему вы проигнорировали сигнал светофора, некоторые виновники ДТП отвечают – горел желтый свет. Только вот таких светофоров на железнодорожных путях не бывает. У этих приборов только один сигнал – красный. За два месяца текущего года сотрудникам ГИБД выявлено 205 нарушений. Мы не ставим целью выявить больше и привлечь. Мы ставим целью профилактировать. Конечно, работники железной дороги совместно с ГИБДД проводят рейды, акции, раздают листовки. Но эффект специалисты отмечают лишь там, где появляется всевидящее око – система видеофиксации. Динамика очень положительная. На некоторых местах, где установлены данные приборы, нарушения практически сведены к минимуму, к нулю. Если нарушений нет, значит ДТП также у нас идет сплошной ноль. Действительно, письмо счастья с фактом нарушения серьезно бьет по карману. Недисциплинированного водителя могут оштрафовать на 5000 рублей или вовсе лишить прав на полгода. Вот и получается, что страх расстаться с некоторой суммой денег у наших водителей куда больше, чем страх расстаться с жизнью. Пусть так. Главное, хоть какие-то меры работают. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Книга – лучший подарок. Особенно, когда в ней рассказывается история твоего города, самого его основания. Такой подарок краеведам, учителям, ученикам и просто любителям чтения преподнесли Чувашский государственный институт гуманитарных наук. И Республиканское книжное издательство. Благодаря их стараниям вышла в свет новая книга о столице Чувашия «Чебоксары. Исторический очерк». 14 авторов трудились над созданием книги «Чебоксары. Исторический очерк». Работу над коллективной монографией о Чебоксарах начали еще в 1986 году. К середине 90-х годов были написаны 10 глав издания. Но с началом перестройки многое изменилось. Стали доступны ранее закрытые фонды архивов. Новое поколение ученых приступило к переработке исторического очерка. Фактически книгу практически полностью пришлось переписать. Исторический очерк про Чебоксары стал завершающим серию книг «Города Чувашия». Это первая книга, в которой систематически изложена история столицы Чувашия с момента основания города. По данным ученых, город был основан в 13 веке. В книге описано строительство и застройка Чебоксар, политическая и экономическая история города, быт горожан в дореволюционную и советскую эпохи. Можно прочитать в интернете, что Чебоксарская тюрьма, следственный изолятор на берегу Волги, самая старая тюрьма России 300 лет, что она была построена даже раньше, чем Леденский собор. На самом деле это не так. То есть тюрьма, конечно, была, она деревянная, а вот каменная, одноэтажная, она была построена около 1810 года. Второй этаж появился в 1908 году. Значит, то есть эта тюрьма совсем не такая старая, как ее считают. В ближайшее время книга Чебоксара «Исторический очерк» появится на прилавках книжных магазинов. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Три дня назад сожгли масленицу, а это значит, что зима медленно, но верно сдает свои позиции. Ускорить этот процесс и создать весеннее настроение решили чувашские рукодельницы. Самый лучший подарок для мамы – это подарок, сделанный своими руками. Поэтому в преддверии Международного женского дня Национальная библиотека открыла выставку, где можно увидеть вот такие замечательные подарки. Валеные сумки, глиняные букеты, искусственные украшения из бисера, картины из плавленного скотча. Все это народные мастерицы сделали своими руками. Весенние мотивы – вот что объединяет между собой экспонаты, представленные на выставке. Римма Прокопьева третий год занимается рукоделием. Лоскутное шитье, ирландское кружево, вышивка – все это она уже освоила. Самая трудоемкая работа – это работа с лоскутными изделиями. Ткани надо подобрать по цвету, по фактуре. Если, например, один кусок линяет, уже эта работа на смарку идет. Рукодельница охотно раскрывает секрет мастерства. Чтобы добиться результата, необходимо недюжинное терпение. Открыть в себе талант поможет специальная литература, которая также представлена в зале библиотеки. Здесь в основном представлена литература, используя которую наши читатели могут как раз сделать вот такие вот прекрасные изделия. Организаторы выставки приглашают всех желающих оценить творчество чувашских рукодельниц, а возможно и выставить собственные работы. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Теперь в Национальной библиотеке можно не только читать, но и играть. Сегодня там открылась детская комната «Интеллектуариум». Посещать ее могут ребята от года до шести лет вместе с родителями. И, что самое приятное, абсолютно бесплатно. Этот проект направлен на то, чтобы родители, прежде всего, выделяли какое-то свое личное время для своего ребенка, совместно занимались. Достаточно широкий спектр развивающих игрушек, как европейского, европейских фирм, производителей очень известной марки «Джека». Также представлены лего-конструкторы, причем как серия лего-дупла для детей младше, так и серия лего, которая существует для мальчиков и для девочек. Появление детской комнаты – результат работы в Национальной библиотеке и общественной организации «Молодежное добровольческое объединение Чуваши». Именно ее представители выиграли грант на создание комнаты. Здесь все самое лучшее – мебель из натурального дерева и удивительные игрушки, заказанные в разных странах мира. Простор для творчества огромный. Малыши в «Интеллектуариуме» могут разрисовать специальные обои, проводить опыты, учиться готовить, развивать все познавательные процессы. В ближайших планах – занятия с участием педагогов, психологов, музыкантов и даже ученых. Комнату можно посещать со вторника по субботу с 10 до 16 часов. Сегодня в Чебоксарах подвели спортивные итоги прошедшего года. О победах на международных соревнованиях, строительстве новых объектов и пропаганде здорового образа жизни говорили участники расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта. В 2013 году Чуваши получила от федерального ведомства престижную национальную премию «Гордость России». Что стоит за этой наградой, узнавали наши корреспонденты. В зале Дворца культуры имени Ухсая собрались руководители школ, оздоровительных комплексов и руководители профильных районных отделов. Спортсменам сейчас не до заседаний. Многие готовятся к очередным стартам. Руководитель ведомства Сергей Мильников высоко отметил их заслуги. В прошлом году они завоевали медали летней и зимней универсиады, мирового первенства по самбо, европейского кубка по спортивной ходьбе. Для занятий физической культуры в Чувашии создано все необходимое. Сейчас об этом можно заявлять с уверенностью. В каждом районе построены современные физкультурно-оздоровительные комплексы. Правда, не везде они загружены на полную мощность. Виной этому завышенные цены на услуги. Хотя руководители к своей работе должны подходить по-другому. Это не место, не для того, а не создано, чтобы обеспечить работой директоров. А для того, чтобы люди имели возможность получать физкультурно-спортивные услуги, современные физкультурно-спортивные услуги современных спортсооружений. Загрузка физкультурно-оздоровительных комплексов в прошлом году увеличилась на 13%. Каждый третий житель Чувашии сейчас регулярно занимается спортом. Большинство школ республики сейчас проводят уроки физкультуры на базе комплексов. Но программа по строительству современных объектов продолжается. В Чебоксарах скоро появится центр по маунтинбайку. Причем он будет работать не только для нужд спортсменов. Он изначально проектировался, этот комплекс, для универсального применения. И жители северо-западного района, где ощущается особый дефицит в спортсооружениях, получат вот этот комплекс уже в 2015 году. Самых лучших на коллегии наградили дипломами и ценными подарками. На сцену за ними поднимались представители районных администраций и руководители спортивных школ. Подвели в ведомстве итоги конкурса среди журналистов. В одной номинации пропаганда здорового образа жизни и массового спорта победителем был признак респондент национального телевидения Дмитрий Ковалев. Алексей Андреев, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра в Сочи на стадионе Фишт пройдет торжественное открытие зимних паралимпийских игр. Чувашия спортсменами не представлена, но вот судьи и волонтеры туда поехали. 80 представителей Чебоксарского филиала Московского автодорожного института работают в центре Лаура и в горном кластере. Они помогают добираться спортсменам до места тренировок и стартов. Мы связались по телефону с Татьяной Шведовой, волонтером из Чебоксара. Работаем по двум направлениям. Это ассистент в зоне посадки и высадки пассажиров. Тут главная задача, вот в качестве, вот я являюсь таким волонтером, наша главная здесь задача – это обеспечивать и координировать бесперебойную работу внутренних шаттлов, которые ездят на объекте спортивном в Лауре и в горной деревне. И вторая группа наших ребят работает ассистентами по контролю за пропускными пунктами. Работы было очень много, потому что приезжают атлеты, рекорд ставит нынешняя Паралимпиада. 45 стран прислали своих атлетов на эти соревнования. Атлеты Паралимпийской – это такое море позитива, необыкновенного просто. Я очень часто слышу от наших студентов, что, ну какие они молодцы, какие они сильные эти атлеты. Просто, говорит, смешно, глядя на них, на что-либо жаловаться. Мощнейшая просто энергетика и, ну, такое море позитива. То есть теперь только ждать медалей. Сегодня в канун Международного женского дня во Дворце детского и юношеского творчества прошел конкурс под названием «Ах, какая женщина». Его организатор – женсовет города Чебоксары. На сцену вышли шесть представительниц прекрасного пола. Подробнее об этом мы расскажем уже завтра. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин